Лето, солнце, как же круто! Привет, ребята! Меня зовут Ивченко Александр, и я основатель рекламно-маркетингового фестиваля Ремаркетинг. Сегодня будет первое видео нашего канала. На нашем канале мы будем общаться с лучшими рекламными агентствами, креативщиками, маркетологами, пиарщиками, дизайнерами, копирайтерами, все, кто связан с рекламной индустрией. Поехали! 30-секундный ролик получился по 6-8 месяцев работы. Нельзя считать полноценным сетевым агентством. У нас и так все видно, кто очень занимается. 90% всего сделанного в мире сделано плохо. Смотри, кнопочка. У них специальная кнопочка в лифте. Какой элемент брендинга? Вот смотри, взяли, забрендировали кнопку. Здесь могла бы быть ваша реклама. Ребята, мы сегодня находимся в одном из лучших рекламных агентств Украины, агентство BBDO. Мы сегодня посмотрим их офис, мы сегодня пообщаемся с персоналом, мы сегодня пообщаемся с дизайнерами, копирайтерами, продюсерами. Мы сегодня пообщаемся с креативными директорами BBDO. Мы сегодня узнаем, как делают рекламу, как делают крутую рекламу. Мы сегодня в BBDO. Поехали! Привет! Привет! привет привет ребята это креативные директора агентства бибидео скажите кто из вас главы я как вы нашли друг друга и вы познакомились как вот два того не очень большое агентство и когда я пришел в это агентство полгода очень сильно мучился мой шеф это заметили сказала же вот денис я сказал спасибо шеф спасибо денис и я даже себе теперь не представляю как жить без дениса сейчас хотелось пошутить но это не по это не пошла от нашего интервью сколько вы работаете уже в агентстве вместе четыре года ну четыре года да я пришел весной вот как раз мая а я зиму 4 года назад уже полгода до этого управлял креативом бибидео анжи ты был до бибидео руководителем кофеин коммуникашнс почему ты ушел с кофеина и почему ты его продал сколько я знаю да но я его продал давно просто контракт был такой что нужно было остаться там много лет еще отработать и когда отработал ушел ну если скажем так сравнивать я насколько понимаю ты там был учредителем здесь креативщиком креативный директор и был креативным директором и учредителем здесь ты ну проще быть просто одной функции да когда не мешаешь разных функций в себе это конечно гораздо проще можно посвятиться решению какой-то проблеме они сразу всех но это не значит что у нас одна проблема чем больше агентство тем больше проблем это все награды далеко не все это только малая часть которую видят люди которые попадают к нам в офис они видят это это кстати до последнего года за бассейн эти advertising agency in ukraine по какой версии это что это расскажет это рейтинг всеукраинской рекламной коалиции которая ежегодно проводит рейтинг креативных агентств маркетинговых агентств digital агентств и мы третий год подряд самое креативное агентство в украине среди креативных агентств круто у них по моему раньше была тарелка тарелки даются как золото серебро и бронзо руль это как бы награда за топ левел когда говорится о сетевых агентствах есть два типа работы сетевых агентств первое это когда глобальная компания открывает свой офис то это значит что это как биде вода то есть это значит что глобальная компания она полностью управляет всеми процессами здесь условно говоря все что здесь происходит ровно настолько же происходит таким же образом как это например делается там в амстердаме в куала-лумпуре в азии или в нью-йорке да то есть все процедуры вся отчетность вся система операционная все 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 то есть это все абсолютно идентично происходит во всем мире вот этот офис можно спокойно сделать копипаст перенести в любую страну мира и он будет точно также работать есть другая модель она так называемая ну как бы франчайзинговая или афилиат или аффилированная да то есть это когда условно говоря локальная компания покупает вывеску она за нее платит деньги там в год или там не знаю как они договариваются это значит что это существует локальное агентство которое работают по локальным правилам локальным процедурам просто она на этой территории представляет какое-то имя соответственно это нельзя считать полноценным сетевым агентством это наш офис мы сидим в открытом пространстве как ты видишь у нас нет ни перегородок не с тем это позволяет более как бы плотно работать и общаться между всеми отделами то есть не нужно ходить кому-то в кабинет стучаться искать кого-то все в открытом помещении что очень удобно как ты считаешь это это продуктивнее я думаю да для рекламного агентства этот продуктивно поскольку мы открытая компания у нас должны быть люди все открытые все общительные и только такой коммуникации можно делать какие-то классные вещи да ты понимаешь кто чем занимается есть у вас блок на фейсбук различные социальные сети чтобы люди больше меньше времени проводили но у нас и так все видно кто чем занимается нет нет необходимости потому что у всех монитора здесь так здесь у нас сидят менеджеры по работе с клиентами аккаунт-менеджеры которые отвечают за определенные группы клиентов тойота виза пепсика и так далее почему в украине так много плохой рекламы я думаю что по всем миру много плохой рекламы и я бы сказал что это не явление только сута рекламная до всего в мире очень много плохого скажем 90 процентов всего сделанного в мире сделано плохо да я думаю если приехать в любую страну вы включить там телевизор мы увидим такие же рекламные блоги как у нас просто мы смотрим те блоги эти сайты где только хорошая реклама и нам кажется что у нас вся плохая надо не так всем мире почему она вся очень типичная почему довольные семьи жарят курицу это может быть рекламы мивины майонеза кетчупа но подсолнечного масла на самом деле я бы не сказал что уже все так типично да что одни счастливые семьи на все равно там есть разные истории внутри и с другой стороны это реклама да не всегда реклама должна выглядеть не как реклама понимаете потому что люди смотрят рекламный блок и они понимают это реклама и они воспринимают рекламу как отдельный контент поэтому я бы не сказал что все так плохо типично да ну с другой стороны так работает но это действительно работает очень сложно веревать из неконтекста да каждый пример отдельный надо понимать что кроме контенту сюжета история в ролике например есть еще медийные показатели сколько раз человек должен увидеть эту рекламу чтобы что-то внес другой стороны мы с денисом как работаем не экономим деньги клиента что делаем рекламу такую что не надо 16 раз посмотреть чтобы запомнить название бренда да а что достаточно 2-3 раза много очень наград с эфи вертс так я смотрю что здесь вот это золото да это какой год это шестнадцатый год это тринадцатый год здесь а здесь отдельная отдельная награда за отдельный какой-то проект здесь я так понимаю за пепси ретро да да какая какая из эфи самая крутая самая крутая это гран-при который мы получили 2016 году за запуск карпатской джерельной тогда мы за два года реально порвали рынок с этим брендом то есть вывели бренд с 11 место на 3 за два года и получили гран-при эфи в этом году в 2016 здесь еще есть golden drum эпика ну так по мелочи а расскажи немножечко про карпатику джейлю то есть какие сколько вот вы с ними сотрудничали то есть там мы с ними работали два года три года три года мы снимали им три ролика когда они к нам пришли они были очень маленьким локальным брендом буквально на одиннадцатом месте в украине и у них была амбициозная задача вытеснить там чуть ли не банаку или мощность куда хотели больших просто критических ростов продаж и в первый год мы начали запустили компанию с молодильной карпатской джерельной взлетели хорошо и во второй год закрепили результат вышли на третье место потеснив банаку уже хлопчику ты не знаешь как до джерела пройти ходил и деду знают еду то тетя джерела шукая народжено в надрах карпатский гир карпать к джерельна молодельного до карпат что вот это за награда это golden drum за компанию для не мира серебришка хватит гонять высого если помнить не помню напомни пожалуйста в общем это была такая компания для водки которая проходила в футбольный сезон это был чемпионат европы по футболу и в то время как все бренды призывали болеть за футбол там за наших еще за кого-то бренд не мира сказал хватит гонять мяч по полю займись какими-то ценными вещами для тебя сходи на пикник с семьей отдыхни дома и в общем с этой компанией мы выпустили такой дизераптивный дизераптивную компанию запустили которая тоже достаточно эффективно сработала на бренд я ничего не чую мяч ловик болевальник страж дайте вид футболу шукайте цикаве альтернативы на досить гонятелесого крапка ком некоторые агентства не работают с водочниками и сигаретчиками даже несмотря на бюджет у вас нет таких вот каких-то моральных моментов для вас бабки важнее всего дело же не в бабках где мы же не призываем там людей пить мы просто предлагаем выбор пить или не пить а выбор человек делает уже сам говор по поводу типичной рекламы я хотел бы сделать хороший пример с карпатской джерельной что там нетипичный был пример как можно рекламировать обычную газированную воду ну с другой стороны до формат был совсем типичный 30 секундный ролик где мы показали целевую аудиторию но просто чтобы сюжет был не ожидаемый не то что мы видели много раз до девочка в офисе в 16 00 дехидрированной тут приходит сотрудница постарше и дает водичку спасибо варентин алексеевна и так дальше хотели просто чуть более интересную историю сделать да и вот это то что отличается 90 процентов все рекламы более-менее похожие а 10 процентов все равно отличается чем storytellingом чуть-чуть по другому рассказали историю история более интересная для чего мы смотрим телек или youtube на или природа когда мы видим видео рекламу чтобы развлекаться если мы не развлекаем потребителя то нам нужно гораздо больше медийных денег чтобы они это часто увидели все равно запомнил какая самая твоя любимая украинская реклама очень много любимой украинской рекламы мне просто нету такого чтобы сказать вот есть один ролик или одна компания самая лучшая но мне просто олег виник нравится да поэтому мне этот ролик я даже не знаю для кого этот ролик но олег виник там женщине приносит цветочек или что-то очень нравится да а что они продвигают я вот буквально недавно но там олег виник а там олег виник да что он там рекламирует никто не помнит у коли ты бачишь у простор оце саме тащи по такий цене цена че ты омрияне супер счастья бознышки у простор цев же ж ну а уже ж счастья ну хамон ну поревняв так поревняв ну добре-добре не счастья а частинка счастья то все одно цех класс ага тысяч счастливых пропозиции щодня прикил простор счастинка счастья еще забиваем что есть очень много работы какими не видим да за кадром остается чтобы 30 секунд не ролик получился это 6 8 месяцев работы исследован убеждений переубеждений придумываем передумываем а какая лучшая на твой взгляд вот реклама видео реклама видеоролик агентство видео который больше тебе нравится там не все нравится да между честью команды какая-то создавала есть какие-то в какие более при сердцу какие чуть чуть меньше но по сути мне все очень нравится если такие да как сказать очень реально попал в сообщество очень хорошо это конечно первый ролик карпатской джерельны где мы всей категории сказали что ну это же интересная категория какая по сути продает что в аду а вода это что я думаю что каждый ребенок знает зачем ему вода нужна и закончу в тему лучшей рекламы вот то что тебя приходит на ум из мирового опыта из генис серфер да надо это просто культовый ролик это по повышенная джер quanto а и тогда вы год тик по логу ток по логу ток по логу ток по логу тpa ахаб сезти и дон керяри и ахаб и дон керяри и ахаб длин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Hey, come here. I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. We both know I ordered a Pepsi-Cola. And now you've insulted me and my entire family by offering me this. Whatever it is, for being a civilized person, I'd like to give you a chance to make amends. Capisce? 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 Here you go. Thank you. Capisce? 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 Почему? Потому что это своеобразный контент. Нам надо в 30 секунд, 60 секунд донести всю историю, объяснить все роли, какие там люди играют, объяснить ситуацию, дать контекст и за 30 до 60 секунд получить эмоцию, отдачу, что мы эмоционально тронули человека. Это достаточно сложный контент. У нас нет там 30 минут, 20 минут, как короткометражки, чтобы развить историю. Поэтому иногда и получается, что очень мало хороших историй. Потому что надо много чего-то сказать, плюс это еще запихнуть в хорошую историю. Не всегда это получается. Почему в Украине нет КАН? Ну, мы еще не постарались достаточно. Есть хорошее агентство, есть хорошие бренды, есть хорошие бюджеты, но нет КАН. Просто и клиенты, и люди, и агентства, и бюджеты – это чаще всего отмазка. Есть страны, где бюджет еще меньше, специалистов еще меньше, но есть КАН. Я просто считаю, что мы недостаточно стараемся. Что нам быстро хорошо. Вы получили гран-при или вошли в шорт-лист, да? В КАНах только шорт-лист, три шорт-листа. С работой? Для Сникерса Тинетти, когда голодный, с Королевой и Чарчиллом. Как рейтинги, награды влияют на клиентов? На клиентов я не знаю, как они влияют. Просто мы работаем в бизнесе, все хотят работать с известными людьми. То, что мы делаем, это на стыковке шоу-бизнесом. Мы делаем контент, какой должен развлекать, но еще доносить некую информацию. Это больше зависит не как клиенты на это реагируют, а что агентство с этим делает. Нужны ли быть рейтинги? Нужно ли быть там, не нужно? Как бизнес-модель построена? Зачем тебе это надо? Рейтинг – это хороший инструмент для многих клиентов, которые не сильно разбираются в рынке. Что делать? Кого выбрать? Для каких задач? Рейтинг чуть-чуть помогает отфильтровать, что не надо с 40 людьми встречаться, а только с 10, например. Для этого рейтинг – хороший инструмент экономить время нашим клиентам, по сути. Здесь митинг-рум, здесь мы встречаемся с клиентами, здесь ребята штормят, если у них нет встречи с клиентами. То здесь происходит такая работа. Здесь продаются идеи, здесь брифуются команды, здесь проходит статус, где мы обсуждаем, у кого какие планы на грядущую неделю. То есть такое сердце агентства. Ирина Ранилевская, привет, Ира. Привет, а Денис? Как тебе работает? 6,5 лет – хорошо. 6,5 лет? А сколько вообще агентств Бибидео уже существует на украинском рынке? Вот 10 лет будет. Хорошо, тогда вопрос на засыпку. Что такое Бибидео? То есть аббревиатура? Это первые буквы основателей. Вы их знаете? Да. Скажите. О, боже. Баттен, Баттен, Дастин, Озборн. Теперь на микрофон теперь. Что такое Бибидео? Баттен, Баттен. Ну, неважно, на самом деле. Бибидео – это прекрасное, креативное агентство, в котором, как мне кажется, каждый находит себя и открывает себе что-то новое. Ну, вот я себе 6 лет что-то открываю, постоянно новое. Какая ваша функция вообще в агентстве? То есть чем заниматься? Сложно в двух словах описать. Наверное, это лучше скажет кто-то другой, что я делаю. Я делаю многое, встречаюсь с клиентами, провожу презентации, решаю какие-то сложные вопросы, знакомлюсь с новыми клиентами, занимаюсь организацией всего процесса, клайн-сервиса, отвечаю за финансовые результаты агентства и много-много чего другого. Галина? Дуже приемно. Расскажите немножечко, в чем заключается ваша работа с компанией Pepsi? Мы ведем бренд Pepsi в Украине, от буклетов до рекламных роликов. Это все мы делаем. Вы контролируете каждый процесс работы с клиентами? Да, вместе с моими девчатками. Pepsi – большая компания. С любой большой компанией очень сложно работать. С Pepsi сложно работать? Не сложно, потому что у нас очень хороший клиент. Мы чувствуем его, он чувствует и нас. Слепое тестирование будем делать? Да, можем сделать. Проводили? В Pepsi есть каждый год, летняя компания, битва вкусов, где вы можете сделать дегустацию и провести эту битву вкусов и брать або Pepsi, або Coca-Cola. И, как показывают, с года в год, большинство выбирает все-таки Pepsi. Минулого года 63% выбрали Pepsi. Проводили? Конкретно этот проект начинался как компания по созданию имиджа для бренда премия, сельпошного бренда продуктов. И была задача сделать наружку, какая-то под идею. Ну, идея в том, что продукты премии – это, на самом деле, ну, самое ценное в этих продуктах – это то, что внутри. И мы просто показывали эти продукты без упаковки. Мы их, грубо говоря, раздевали. То есть, все продукты, которые премия выпускает под своим брендом, да, это продукты высшего качества, и они, в принципе, не нуждаются в упаковке. Это две банки Pepsi. Одна, которая сделана в стилистике 40-х годов, а вторая банка сделана в стилистике 60-х годов. По-моему, это очень круто. Так, это банки, которые мы заказываем для, как бы, тестовой печати. Когда мы разрабатываем упаковку, packaging для пива, мы делаем такие тестовые штуки, чтобы посмотреть, как оно будет вживую. Все, нами сделаны какие-то продукты. Для Черниговска в 2016 году делали такую целую серию банок с каллиграфией. И вот, собственно, они все здесь у нас есть шляпой. Каждый раз, когда кто-то там едет за границу, привозят какую-нибудь специальную баночку у Pepsi-Cola. Круто. Это те, которые продаются... Да, в других странах. Вот эта крутая бутылка, по-моему, она когда-то была на рынке. Ну, это будет еще с Советского Союза. Да, да, да. Сейчас уже такое они делают. Вот. Есть такая даже, просто с эмбосингом таким, минималистичная. Угу. Так, старопрамин. Старопрамин достаточно давно делали. И можно выстраивать там целые мосты на прилавках или у себя в холодильнике. Круто. Круто. Насколько обязателен сэмплинг для того, чтобы прочувствовать дух продукта? Ну, не знаю. Я не пью, как бы, но с удовольствием работаю с пивом. Мне пробовать не всегда обязательно. Очень крутой ребрендинг Роганского. Да. Кстати, Роган – это Харьковский завод. Да, да, мы знаем. Который, кстати, очень, очень в свое время был таким, типа, лидером. Да, но потом упаковка немножечко устарела, и нам нужно было осовременить ее и придать, как бы, веяние настоящего какого-то времени. Поэтому сделали такой легкий редизайн. Пиво стало современнее, соответствовать тому, как бы, 21 веку, в котором оно сейчас варится. И это достаточно нормальный шаг для любого бренда – делать какое-то освежение. Жигулевское мы тоже делали. Идея была в том, чтобы сделать такую, как вырезку из газеты, использовать ее как этикетку. Здесь даже вся информация о пиве подана в стиле новости какой-то, заметки газетной. Адидас или Найк? Найк. Анжи? Безразлично. Я сейчас говорю не то, что ты носишь, а что тебе нравится? Я же говорю, что один, что другой бренд кроссовок. Как-то. Самсунг или Эппл? Эппл. Эппл. Пепси или Кока-Кола? Пепси. Пепси, однозначно. Вообще. Ютюб или Порнхаб? Ютюб. Ютюб. Ютюб.